Так, товарищи, давайте продолжать, так, что-то у нас темнело, значит, вторая часть у нас будет фактически, значит, во всяком случае попробуем, посмотрим, как это будет связано с транслированием через интернет и так далее. Так, для начала давайте поглядим, кто у нас присутствует. Так, и вообще посмотрим, какие группы там, кого потеряли, кого забыли и прочее. Итак, группа MD-111P, есть такие люди, да? Это чего такая за специальность? Менеджмент. Так, сейчас. Белоусова Елена, есть? Нету. Глебова Светлана. Глебова Татьяна. Давидова Снежана. Нету. Конопелька Евгений. Мгаян Елена. Нету. Овчинникова Анна. Угу. Сареглар Рамеля. Нету. Так, это у нас был Мэнсу. Группа ПСО-111С. Простите, где Белоусова? Белоусова прослушала, да. Значит, ты из MD-111P всех назвал? Теперь всех, да. Окей. ПСО-111С. Головицем Кирилл. Это чего такая за специальность? ПСО. Кирилл, вы здесь? Что за специальность? На какую специальность поступали? Где? Кирилл-то есть? Нету? Понятно. Кто-то рукой махнул, а значит, был не он. Ладно. Сайд психологии, наверное. Так. ТУ-О-111П. Хакальна Елена. ТУ это что? Урина. Понятно. Значит, в этом году много новых специальностей. И потоки называются по-новому. Поэтому я еще, так сказать, не в курсе. Значит, что здесь и как. Значит, посмотрим. ЭД-111П. Это экономит, наверное. Бобкин Иван. Здесь? Нету. Бурлаков Кирилл. Нету. Воробьев Юрий. Нету. Егорова Дарья. Нету. Кузнецова Екатерина. Нету. Курский Ярослав. Нету. Мартынов Давид. Нету. Сафронов Сергей. Нету. Сафронова Наталья. Нету. Фокин Николай. Нету. Чемеров Денис. Чемеров. Прошу прощения. Значит, есть. Хорошо. Ну, хоть один человек из группы есть. Так. ЭО-111П. Акрамов Акбар. Алия Василь. Нету. Капков Артем. Или Кап. Капков? Капков. Капков. Хорошо. Корзникова Светлана. Нету. Королев Александр. Нету. Матвеева Елена. Нету. Митасов Александр. Нету. Мурод Мамадова. Фарзона. Нету. Перназаров Хуршит. Лиханова Лариса. Савчук Михаил. ЭО-111С. Болотова Наталья. Нету. Исломов Музуфар. Нету. Митина Вера. Сабанаева Гульнара. Нету. Харучкина Елена. Нету. Шепилова Юлия. Нету. ЮД-111П. Ю это юриспруденция. Алексеева Юлия. Геворьян Мария. Нету. Так, у меня списки сякли, кажется. Так, сейчас еще момент. Смотрели ли вы, есть ли у вас рабочая область по информатике и программе в ЕЛМС? Еще не смотрели, да? Еще не смотрели, да? Еще не смотрели, да? Так, ладно. Так, ладно. Так, еще там у меня в списке было несколько фамилий. Кстати, а что означает номер 111? Кто-нибудь знает? Ну, в одном номере указывать и курс, и год, наверное, избыточно через чур. Вот, значит, мне тоже так вот показалось, что, наверное, 11, вот две единички из трех, наверное, год. Третью, естественно, конечно, считать курсом, но можете так, не знаю. Значит, опять же, нумерация несколько поменялась. Раньше и дневные, и очень заочные группы были с номерами 101, 102 и так далее. Так, сейчас. Так, еще у меня указан Малютин Евгений. Есть такой человек? Нет. Михайлова Александрина. А вы в какой группе? Как? Е, Э, Д. Так. Так, все... А, нет, сейчас еще не все. Так. Да, все не так просто. Стоянова Валентина. Есть ли? Есть. Какая у вас группа? Туризм очно-заочный или дневной? Дневной. Значит, это у нас будет ТУ-Д 111 Полный или сокращенный? Полный. П. Хорошо. И частяков Егор. А у вас какая группа? СИО-111С. Понятно. Хорошо. Все, у меня список и сяк. Значит, кого не назвал? Ого. Круто. Так, ну давайте начнем по порядку. Какая у вас группа? ПД-111С. П, да? А П... Это психология. ПД или ПСД? ПСД. Ладно. А фамилия ваша как? Как? Угу. Хорошо. Так, еще кто? ЭО-101. ЭО-101. ЭМО. Это у нас менеджмент. Да? ЭМО-11П. Это у нас менеджмент. Угу. Это у нас менеджмент. Как? Дениска. Угу. Зовут вас как? ЭМО-11П. Угу. Хорошо. Так, еще кто? ЭО-101. ЭМО. Угу. Шереметьев. Шереметьев, да? Зовут вас? ЭМО-11П. Оли. Хорошо. Ладно. Так, еще кто есть? ЭО-11П. ЭМО-11П. Чередник. Чередник. Зовут вас как? Василий. Василий. Угу. Хорошо. Еще кто? ЭКО-9П. Угу. Истин. Как? ЭАСКО. Не понял. Истин. 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 Да? ОБУ это что? Это бухучет, да? То есть это первая группа, у которой О почему-то не в конце, а в начале. ОБУ 111П? А, 200. Понятно. Тогда все понятно. Хорошо. ОБУ 111П? ОБУ 111П? ОБУ 111П? ОБУ 111П? Так, что там? ОБУ 111П? МО 111П. МО 111П. МО 111П. МО 111П. Хорошо. Еще кто-то есть? МО 111П. МО 111П, да. Волоку. Александр. МО 111П. Угу. ПО 101С. ПО 111С. Угу. СТУК. СТУК. Угу. СТУК. Антон, да. Окей. Так, Так, значит, а, еще, да, угу, угу, Орешин, Орешин, а зовут как? Так, еще кто не назван, значит, здесь стоит сказать, что, значит, я смотрел свище по ЕЛМС, то есть, кого я назвал по ссылке в начале, все люди подключены к ЕЛМС, то есть, это люди, которые войдут в ЕЛМС и должны увидеть уже рабочую. Значит, куда я буду клачивать материал? Значит, сегодня, я думаю, еще у нас посмотрим по поводу домашних заданий и прочего, значит, до следующей недели, я думаю, мы как-нибудь обойдемся, переживем, а потом вообще хорошо бы, чтобы у всех был доступ туда, чтобы всех подключили. Значит, я просил в доказательстве, чтобы всех подключили, кто у нас обучается, но вот, похоже, не всех подключили. Значит, я еще выясню, значит, в итоге нужно, чтобы у всех был доступ к рабочей области по информатике и программированию. Значит, вот, кого я записывал дополнительно, это вот люди, которые должны это проконтролировать как бы особо, потому что пока что их у меня в списке нет. Либо они там в другом месте где-то, либо еще что-то, я не знаю, это вот надо будет выяснить. Вот. Хорошо. Так, Коломна нас слышит. Значит, по поводу ЕЛМС. Значит, опять же, на следующей неделе, значит, должны в доказательстве выяснить, как там подключаются группы и так далее. Значит, пока что от филиалов групп нет у меня, значит, но надеюсь, что на неделе появятся. То есть, тоже материалы будут доступны и в тех группах. Значит, и тогда... Напишите мне, пожалуйста, кто присутствует из студентов сегодня на занятии из Коломны. Значит, мы тогда пойдем дальше, а пока хотелось бы получить список. Ладно. Так, значит, на экране у нас такой краткий план, это просто, ну, как бы опорный план. Это можно особенно внимание обращать, это, если угодно, для меня. Значит, список пунктов, которые нам нужно обсудить. Значит, сейчас у нас часть практическая, поэтому я, наверное... Так. Так, товарищи в Коломне, скажите, пожалуйста, у вас как в целом с компьютерной грамотностью? Значит, вот вы видите на экране примерно список, там, чего мы будем проходить, то есть, обсудим сейчас клавиатуру и прочее. Значит, пока не очень понятно, как нам организовать вот семинар, такой совместный через интернет. Значит, скажите примерно, вот для вас это просто, сложно, там, с компьютером вы хорошо знакомы или не очень? Так, вижу список фамилий, хорошо. Ладно, сейчас разберемся. Нормально. Хорошо. Тогда следующий вопрос к Коломне. Если я хожу по аудитории, слышно ли меня? Вот я сейчас отойду и спрошу. А вы мне скажите, будет ли слышно. Хорошо. Если вот я нахожусь вот здесь, слышно ли меня филиалом? Значит, просто сидеть на том месте, во время практического занятия не очень удобного, значит, возникают вопросы, придется ходить по аудитории, там, что-то подсказывать, показывать. Поэтому, слышно ли меня из другого места? Слышно, но слабовато. Хорошо. Я тогда постараюсь говорить погромче и наиболее важные, или так сказать, опорные места я буду подходить сюда. С микрофоном пока не очень понятно. Может быть, потом к следующему занятию организуем микрофон, чтобы было проще с этим. Хорошо. Ну, я думаю, разберемся. Если что, пишите. Я тогда буду подходить смотреть. Если какие-то замечания, тогда пишите, будем разбираться. Окей. Значит, с одной стороны у нас вроде бы люди достаточно продвинутые, с другой стороны явно у нас по коже есть люди, которые с компьютером сталкивались не очень. Значит, поэтому пробежимся по основным моментам, связанным с компьютерной грамотностью. Значит, с одной стороны, чтобы поставить галочку, что все как бы про это слышали. С другой стороны, есть какие-то моменты неочевидные, в общем, в любой области. Значит, поэтому давайте пробежимся. Значит, в большей степени здесь требуется отклик от вас. То есть, если я что-то такое говорю быстро и говорю, что вот это просто, это все знают, да-да-да-да-да, да-да-да-да. Значит, если вы не знаете там или там не понимаете или что-то хотите спросить, вы остановите, спросите. Потому что, чтобы можно было ориентироваться, вот что пропустить. Потому что вещи простые и много времени на это тратить жалко, но, так сказать, пробежаться нужно. Значит, итак, первая тема – это окна. Значит, у нас операционные системы многозадачные, то есть, одновременно выполняется несколько программ. И на экране у нас может быть много окон. То есть, каждая программа в своем окошке. Значит, ну, это, я думаю, все знают, да? То есть, тут окошки на рабочем столе у нас. Значит, с этими окошками что можно делать? Во-первых, их надо перемещать. Значит, перемещать их можно, хватая мышки за заголовок. Сверху синяя полоска – это заголовок окна. Можно левой кнопкой мыши нажать, схватить и потащить. Это окно. Перетащить на другое место. Значит, я надеюсь, все это знают, понимают. Значит, вот я говорю, если кто-то там не знает, не понимает. То есть, по идее, кто вот с этим не сталкивался, надо сразу брать мышки и пробовать. На компьютере там запустить несколько окошек и попробовать. Значит, если возникает какой-то вопрос, вот непонятно, куда кликать или там за что хватать и так далее, сразу спрашивайте. Хорошо. Значит, перемещать окна понятно. Значит, вообще окна у нас бывают развернутые и в нормальном размере. Значит, если окно занимает всю площадь рабочего стола и других окон не видно, то считается, что окно развернуто. Значит, на самом деле это вот такое, что даже полей не остается, ничего. Значит, есть нормальный размер окон, когда, ну, просто вот какое-то оно не все, не весь экран и, кстати, не пусто. То есть, какой-то такой средний размер. И бывает свернутый, когда окна вообще нету. То есть, есть кнопка на панели задач. Вот внизу у нас там, вот нижняя строка на экране, это панель задач. Все программы, которые запущены, там вот отражены. Вот у нас Word, который запущен, который видно. Ну, вот здесь на экране не видно панель задач. Да, ну, ладно. Значит, внизу все, вообще-то, окошки отражены в той или иной степени. Значит, если у нас окно свернуто, значит, окна нету, но на панели задач есть. Кнопка вот этой программы, то есть, мы можем туда кликнуть, оно развернет. Значит, есть он, то есть, у окна у каждого три состояния. Развентое, нормальное и свернутое. Значит, переключаться между развернутым и свернутым можно, кликая по заголовку окна. Значит, вот я кликаю по заголовку окна, вот нормальный режим. Вот я кликаю, он, бац, развернулся на весь экран. Значит, тоже можно сделать, кликая по вот этому значку в заголовке окна. Значит, вот мы свернули в нормальное, вот вернули в развернутое. И можно свернуть окно, нажав вот на знак подчеркивания. Нажимаем, все, окно пропало, здесь его не видно. Оно попало на панель задач. Ну просто у вас здесь панель задач моей не видно. На самом деле оно там есть. Развернуть обратно можно, кликнув кнопку на панели задач. Оно вернулось в тот режим, какой был. Либо развернутый, либо нормальный. Значит, дальше у окна можно менять размеры. Значит, вот у нас есть окно, значит, как менять размеры. Хватаем за границу и тянем. Можно хватать за угол. Значит, когда вы подводите мышь в положение, где вот можно схватить, курсор меняется. Вот появляется стрелка такая. Значит, вот за уголок можно. Это, я думаю, понятно. Значит, одна из идей, которая у нас будет проходить через разные задания, разные темы, это работа за компьютером с клавиатурой и мышью. Значит, вообще эта тема достаточно богатая. И можно много всего сказать, но вкратце так. Значит, во-первых, общее такое соображение. Более-менее все, что мы делаем за компьютером, можно делать с клавиатурой. В частности, вот можно окошко таскать. Значит, спрашивается, надо ли это делать с клавиатурой, если мышкой вот так удобно. Взяли и потащили. Значит, идея стоит в следующем, что при некоторых видах работы, например, при редактировании текста, если вы работаете в барде, набираете текст, форматируете, что-то изменяете и так далее, значит, вы в основном работаете с клавиатурой. То есть, вы вот текст набираете, слова пишете и так далее. То есть, вы работаете за клавиатурой. При этом, если вам вдруг нужно что-то сделать, то тянуться за мышью долго и неудобно. Поэтому общая идея такая, что для эффективной работы нужно уметь делать, ну там, большую часть вещей с клавиатурой. Потому что, если вы работаете за клавиатурой, и все время надо там за мышки тянуться и возвращаться, это неудобно и долго. Ну, то есть, опять же, есть разные, как бы, подходы. То есть, кто-то работает за компьютером, там, ничего не делает, смотрит видео, грубо говоря. И вообще, эта клавиатура не пользуется. Значит, можно так. Кому-то вообще не нужно быстро и эффективно работать, а просто там для удовольствия что-то хочется сделать. Значит, я в первую очередь рассчитываю на людей, которые хотят работать за компьютером эффективно. Значит, для студентов это вообще актуально. У вас будет много работы. Вам нужно будет писать там рефераты, там, какие-нибудь контрольные, лабораторные делать. Кончится чем? Тем, что диплом надо будет писать, да? Значит, по этой причине, я думаю, и на работе вам нужно с компьютером работать много, и там, дом, может быть, что-то делаете. Значит, я исхожу из того, что хорошо бы уметь за компьютером работать эффективно. Значит, по этой причине, вот одна из составляющих, это хорошо бы уметь работать с клавиатурой. Значит, это не обязательно, но это и не обязательно сразу вот все, просто полностью переходить на клавиатуру. Но иногда удобно хотя бы какие-то вещи делать с клавиатурой. Значит, типичный пример – это копирование вставки текста. До этого мы еще дойдем, но так сразу немного забегая вперед. Как копировать, вставлять текст? Достаточно часто наблюдается, как вот выделяют мышкой слово, жмут правую кнопку, говорят копировать, потом идут куда надо и жмут вставить. Там пара на вставке и так далее. Вот это долго и неудобно. Значит, вполне делается клавиатура. Грубо говоря, там вот стоим мы на слове, надо нам слово скопировать. Выделили, скопировали, нажав Ctrl, там, C, например. Встали куда надо, вставили слово. Не отрывая рук от клавиатуры. Значит, ты там выделять проще. Ну, грубо говоря, как выделить там строчку? Взяли, выделили. Взяли, как выделить несколько строчек? Как выделить страницу? Как выделить весь текст? То есть, это все делается более-менее одним нажатием в кальше. А когда начинают выделять весь текст, мышка, вот идут сначала, потом нажимают клавишу и потом прокручивают весь документ до конца. Вот это просто, ну, смотреть страшно. Вот, поэтому такая общая тема у нас, вот общая идея в разных темах будет, что можно работать с клавиатурой.